Здравствуйте, с вами Барри. Мы продолжаем проходить Дьмак Дикая Охота. Мы находимся в Новиграде. У нас есть основное сюжетное задание подготовка к битве. Мы закончили приготовление в прошлой серии, но перед тем, как заняться этим вопросом, мы закроем еще два квеста, которые у нас в Новиграде есть дополнительные. Это Несвободный Новиград, почитайте его описание на паузе. И Дела Государственной Важности, тоже почитайте его на паузе. Дистор, Роши, Родовит и все в таком роде. Заговор. Начнем с Несвободного Новиграда. Поехали. Две точки на карте. Первую из них найдем прямо сейчас. Уже приближаемся мы к какому-то финальному разумному концу игры. Уже сейчас совершим вот эти квесты сайдовые. Я так понимаю, останется у нас только сюжетная линия. Ну, не то, что надеюсь, но, по крайней мере, это было бы логично, потому что, в принципе, мы в игре все выполнили, все, что хотели. Ну, кроме, конечно, квестов, связанных с Гвинтом. Там много у меня висит в квестах, в заданиях. Но, вы знаете, я ему совершенно не уделяю внимания. Кстати говоря, перед тем, как мы уже дошли до места, давайте почитаем по персонажу. У нас там появилось много нового информации. Вот, почитайте на паузе про Валакха. Так, кто там у нас еще новый появился? Ну, я, в общем, пробегусь на быстром темпе, а вы почитаете на паузе для тех, кто вас интересует. Вот Гейльз. Ну, про Герли-то мы знаем все. Из первых, что называется. В принципе, больше ничего, по-моему, интересного нет. Да, скорее всего, ничего интересного нет. Маргарита можно почитать. Ну, в принципе, там в основе своей пишется то, что мы уже узнаем. Ну, описывается событие, которое мы с вами пережили. Поэтому, в принципе, особо ничего интересного. Но, мы вряд ли узнаем. Только какую-то информацию о персонажах, но она обычно краткая. То, что длинное, то, что перелистывает, это уже просто описание событий, которое мы с вами наблюдали. Ладно, хорошо. Всех пролистали. Кого вам интересно, в любом случае, нашли. Так, на те остальных участников упомянуты в списке поискать ключи. Давай поискать ключи. Что такое поискать ключи? Я, честно, совершенно не помню, что за квест. Вот, что-то там есть. Пятая проповедь. Мы её читали. Да, на всех случаях посмотрим. Мало ли там чё. Вот, почитайте. В принципе, всё, да? Но это не то, что нам нужно. Я так понимаю, мне нужно по домам пройтись. Сам не знаю. Найдите остальных участников упомянуты в списке. Ну, давай попробуем. Кто тут из вас? Упомянуты в списке. Что за список, самое главное? Ладно, давайте так. Вернёмся так, когда я кого-нибудь найду, потому что сейчас я совершенно не понимаю, кого искать. Так, ну я пришёл к другой точке. Сударь ведьмаки, помогите мужней жене в нужде. Может, я тебя нашёл? В чём дело? У меня в доме что-то завелось. Воет, цепями гремит, тарелками швыряется. Аж страх войти. Уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золота не пожалею. Морок? Планетник? Ну ладно, я посмотрю. Премного благодарю. Идите за мной. Покажу вам дорогу к дому. Так, ну это явно не мой квест. Или мой. Ладно, разберёмся. Видимо, как-то связано это. Один квест. Не отдельный, на чём бы. Появился в отдельном списке. Потому что там я не нашёл на той точке ничего. Ладно, сейчас будем разбираться по мере. Появление, так сказать, проблем. Или это просто замануха? Да, я так подумал. Это была замануха. Не люблю, когда меня обманывают. Обманывают? Я же только сказала, что в доме что-то завелось. Я же не знала, что это охотники. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не всё сказала. Да и золота у меня нет, чтобы вас вознаградить. Но это не значит, что вы уйдёте с пустыми руками. Вот. Ключ к сокровищу. Один из трёх. Охотники наведут вас на след остальных. А мне нужно бежать как можно скорее. Ну ладно, с этими, что называется, разобрались. Здесь хоть понятно было. Была Люси, которая привела меня к определённым событиям. А в той-то точке что? Я там отбегал уже. Куча всего и ничего не появилось. Может быть, нужно было именно в этом порядке выполнять задание. Ладно, сейчас добежим. Я уже подумал, что может быть, в другое время суток надо искать. Помедитировал. Как видите, к чему-то это привело. Сейчас посмотрим, что там. Вот, наверное, да, вот эта точка. Умер он давно, зараза. Охотники меня опередили. Ну, вроде как хоть какой-то след. Пошли дальше. Так, вот здесь что-то есть, да? Нет, это просто файлы. Нет, это какие-то следы. Или я что-то путаю? Не знаю, видимо, нет. Видимо, я всё-таки что-то путаю. Записка. А вот и ключ, отлично. Интересно, что это? В общем, я здесь был и ничего не увидел. Это о чём говорит о том, что я не то искал. Главное, что задание выполним. Ладно. А я посмотрим, что за записка. Так, эту книжку мы читали. Это что за книгулька? Ну, это мы все знаем. Это ещё с первой части. Здесь это порочится. Этлин наизусть уже. Так, вот там записка кладем. Читаем. Ну, ничего мне это не дало. Получается всё, что ли? Задание выполнено. Здесь всё сокровище, которые мне не нужны. Ну, да, видимо, задание мы выполнили. Странный факт. Мои биографии. Ну-ка, почитаем ещё раз. Записку. Просто я её не читал толком. Может там что-то написано, куда нужно сходить. Так, куда-то записка теперь делась. Так, куда-то записка теперь делась. Так. Понятно. А где эта дверь-то? Ну, ладно. Я знаю, может быть, скоро мы узнаем, где эта дверь находится, но пока понятия не имею, где она. Может, вы мне в комментариях напишите, потому что, может это было что-то об этой двери сказано в предыдущих сериях. Просто сейчас я после отпуска, я совершенно не помню, что про какую дверь вообще идёт речь. Так, а нам далеко идти, что ли? 465 метров. Да, прилично. Лучше нужно с областным перемещением. Сейчас мы идём к Дикстрит для того, чтобы продолжить квест, связанный с заговором против Родавида. Но, как мне кажется, довольно-таки существенный квест должен быть. Потому что, знаете, там смерть не смерть до Давида, она должна очень сильно влиять на развитие событий в игре. Один из трёх королей, да, в самых важных сюжете. Сейчас всё узнаем. Сейчас всё узнаем. Почему докажут, что они всё-таки мне предложат этого убить? И будет нелегко, явно. Каким-то обманом придётся это выполнять. А ты чё такой белый? О! Давайте для начала просто их послушаем, что они нам предложат. Магистр как-то вызывает доверие, не знаю почему. Своим, своей уверенностью. Так, я чё? Хвести какой-то. Ну-ка. В чём дело? Сука! Ещё один нелюдь! Тихо! Решим вопрос по-быстрому. У нас тут такой небольшой заказ для ведьмака. Возьмёшься? Небольшой может и не окупится. Окупится? Об этом не беспокойся. Только разберись с этим быстро, а то я уже порядком времени потерял на этих двоих. У них общий склад, в котором завелось чудовище. Само завелось? Это ты его туда запустил? Чтобы оно мне было? Если бы башку оторвало, а ты бы наложил лапу на мои товары. Не вали с больной головы на здоровую, кордюпель. Мне всё равно, кто кому гуля или другую какую стрыгу подложил. Надо от этого избавиться и всё. Ну так как, ведьмак? Берёшься? Я этим займусь. А я не согласен. Нелюдь будет нелюдя покрывать. Сейчас они мне ещё оба тут станут доказывать, что это не гуль, а моя собственная бабка покойница. А может она и есть. Я так этой страхолюдине не приглядывался. Заткнитесь! А то как ведьмак чудовище убьёт, так я у вас ещё ревизию на складе проведу. А вот это необязательно. Ладно. Проплятый склад. Занем с этим уже после того, как выполнено задание, связанное с Дистрой. Ну, или хотя бы просто посмотрим, где он находится. Так, блин, как вам сюда войти-то? Кто там? Ведьмак Геральт. Заходи. Шеф ждёт наверху. Значит, нам туда дорога. Сейчас, Геральт идёт. Ну, тут все. Все наши. Ахуенно. 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 Хе-хе-хе. Ладно, ладно, всё не так плохо. Сомневаюсь, что госпожа Чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму её помощи. Но Филь, она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Терпение. До сути дела мы ещё доберёмся. Геральт, если я правильно помню, Родовид нанял тебя найти Филиппу. Да. Я нашёл только её убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая её в наши дела, если ты нам поможешь. Родовид ждёт, что ты добудешь ему какие-то сведения о ней. Достаточно упомянуть её имя. Намекнуть, что ты напал на её след. О-о-о! Он на это клюнет, как миленький. Заглотит и крючок, и леску, и поплавок, и половину уточки в придачу. Скажем, Родовид клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашёл убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем строить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей половину на одну сторону, половину на другую, к воротам. А посередине бьянка с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт, мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну что скажешь? Я в деле, но когда всё закончится, что потом? В городе начнутся беспорядки. Возможно, паника. Нам придётся где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь театр Мадам и Рэн? Он сейчас стоит пустой. Мы с Тайлером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь. Не в этом дело. Мы из Дикстры охуенно много всего умеем. Но мы не бойцы. Из нас вояки такие же, как танцовщицы. Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, они справятся. Главное, приведи им короля. Я сделаю, что смогу. Где сейчас его корабль? Прямо за углом в Новеградском порту. И очень надеюсь, ты к нему придёшь, когда он будет в добром настроении. Ну что ж. У нас сейчас очень важно решить для себя. А что со стражей у храма? Они же, сука, набегут, как увидят, что творится. Если им немного приплатить, не набегут. Убивать или не убивать Родавида? Я так понимаю, что выбор я уже сделал. В принципе, я к нему особой симпатии не питал. Наверное, для себя выбор уже сделал. Вопрос, чему это приведёт? Что ты здесь делаешь? Геральт, не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родавид поведётся на такую грубую ложь? Родавид безумен. Он уже не способен мыслить рационально, поэтому... Поэтому он запросто может отдать тебя под пытки. Даже если ты приведёшь меня в цепях. Просто так. Филиппа, зачем ты мне всё это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родавид умер. Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю всё, что смогу, чтобы вы не облажались. Вот. Возьми. Кольцо. Рубиновая печатка с риданским орлом. Это кольцо Визимира. Отца Родавида. Отдай его. И, может быть, он поверит, что ты меня нашёл. Возможно, он даже решит тебе довериться. Пригодится. Спасибо. Не стоит. Геральт. Поверь, чтобы избавиться от Родавида, я готова на гораздо большее. Удачи, Геральт. Она тебе понадобится. Ну, я так и понял, что сова это неспроста нам её показали. Это было очевидно. Так. Идём на корабль Родавида. И, наверное, будем предпринимать всё, чтобы его убить. Я, наверное, для себя так решил. Но мне кажется, это будет иметь большие сюжетные последствия. Я пока не способен их оценить, если честно. К чему это может привести. Ну, что называется, в этом и интерес. Посмотреть, чему это приведёт. Другой вопрос. Собственноручно придётся его убивать? Так. Позже я задание провалил. А чё, я его позже не мог выполнить что-то. Ну, ладно. Виноват. Видимо, нужно было выполнять его быстро. Блин, второе задание моё провалил на всю игру. Причём, честно говоря, как-то я его не специально провалил. Как-то случайно. Что одно, что второе. Ну, ладно. Что называется, всё сразу не успеешь. Я почему-то думал, что я могу спокойно выполнить его после. Того, как мы разберёмся с родовином. Ну, что называется, баба с воздуха более легче. Меньше квестов, больше времени на другие. Так, что-то до этого корабля, блин, бежать. Зачем хая пешком. Неудобно в ботинках. Так, вот его корабль. Да? По-моему, по-другому у него корабль выглядел, да? Перепарковался, что ли? Так, давай, на всякий случай, мы с вами намажемся различного рода порядка маслами от людей, во-первых. Хорошо. И, ну, наверное, всё остальное у меня хорошо встать по снаряде. Ведьмак Геральт? Чего тебе? Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Давай оружие. И за мной. Зря маслом со маслом, да, называется? Ваше Величество. Ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принёс что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня. Как другие. А что другие? Ох, видишь ли. Пошли слухи, что я щедро награждаю любого, кто приносит сведения о Бейльхард. Людей жадных и глупых в округе предостаточно. Так что на сходнях быстро образовалась очередь. Первым на корабль пришёл охотник. Принёс мёртвую сову без глаз. Он думал, что я поверю, а сыклю его золотом. Я приказал его ослепить. А затем сбросить за борт с камнем на шее. Второй был смотритель почты из Оксинфута. Он заявил, будто нашёл её письмо. Поддельное, разумеется. Я приказал отрезать ему пальцы. Писать он больше не будет. А, и язык. За лживые слова тоже следует карать. Думаю, не стоит говорить, что очередь быстро истаяла. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведёт на Храмовый остров. Почему ты не привёл её ко мне? Сперва её надо поймать. Я только выследил её и украл кольцо, чтобы доказать, что нашёл её. Ты её боишься? Нет. Ты хочешь убить её сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдёшь со мной. Губрехт. Собирай людей. Сколько, Сир? Всех. Сколько же там народу-то будет? Знатная битва, судя по всему, будет у нас сейчас. Так, а почему я без мечей? Где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Ты не знаешь, где именно прячется Филиппа. Без меня. Не бойся. Мы как-нибудь справимся. Разумеется, с твоей помощью это было бы проще. Но ты меня злишь. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Теперь понимаете, почему я хотел убить азер. Я убивал и за меньшее. У меня только знаки, значит, я так понимаю, да? Давай пробовать. А, ладно. Скажешь, что напоследок. Освободить ведьмака. Потом родовин. Не мой меч, да? Ладно. Любой меч пойдет. Спокойно. Так, ты мой? Ты мой. Ну иди сюда, мой мам. Ну да ладно. Вы расстроили стражу? Вот беда-то какая. Спасибо за помощь. Лан похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт за мной. Надо достать родовида, пока не прибыло под крепление. Где моя снаряга? О, все. Моя снаряга у меня. Так, на эти внимание обращаем. Так, почему? Мне туда надо. Как они меня достают? Пацаны, вы мне мешаете. Я понял. Мне просто нужно следовать за рожей. Э, вот что происходит. Они меня не оставил выпускают. Так, сверху тоже есть, да? Они-то наши. О, пропустила тебя. Тесновато тут. Хорошее место выбрали. Не очень удобно играться. А это, по-моему, помощник, да? Который мы разговаривали. Подоставили к Вардзавиду. Тридцать третий уровень, ребята. Тридцать третий уровень, ребята. Блин, мешает солдатой. В частности, голова. Мужчинка. Хорошо дерешься. Все, ты меня достал. Честно, пионерски. Слушай, он как будто бессмертный, что-ли? Реально. мы реально не на нынешний никакого урона, я понял, давай работать по-другому слушай, наверное без урона, ну-ка, давай дальше да, такое ощущение с ним не можно, пошли туда сразу, это будет лучше фига пацана, с вами бессмысленно браться, а вот родови, да? да, одному здесь не очень удобно будет с этим вроде разобрались тут сильный был солдат, весьма сильный, нормально у меня так неприятности донес все, пришли уже в нужную точку знаете, что я придумал? да, но они сильные с оружием, с пп-шечкой там еще и лучники этим вы займитесь, а я займусь вот этим, кореньком откройте, я приказываю открыть дверь надо было попросить мы в расчете я совершенно искренне простите не смогла отказать себе в удовольствии как она? откуда? что за... она подслушивала нас, на складе что? и ты ничего не сказал? давайте позже все обсудим родовид мертв неважно, кто его убил задание выполнено теперь пора отсюда сваливать сейчас ряданцы набегут идем вот так вот родовидик, который мы увидели во второй части и в этой части, честно, сотрудничали помер и это наш выбор к чему он приведет, непонятно но к чему-то в любом случае приведет ну что там, получилось? получилось, получилось но все пошло не по плану ладно, потом расскажем сначала надо выпить за север, за Тимерию за Тимерию за Тимерию, сука вы не рано празднуете родовид мертв, но до освобождения Тимерия еще далеко война не окончена и конца что-то не видно ты ошибаешься завтра в полдень командующий группой армий Центр подпишет договор от имени Эмгыра условия договора оговорены с Дейкстрой значит в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... да я возвращался с переговоров Эмгыр получает Айдирн и Лирию из Тимерии он выйдет в обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны Тимерия станет вассалом империи самоуправлением собственными судами администрацией и войском серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так но я не поэт, так что скажу просто другого выхода нет вы не сказали мне всей правды в этом отношении да мы же знаем у тебя аллергии на политику вот и решили напирать на судьбу чародеев когда конец кончал бы все так просто все кончить сразу чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь это что Вакмед акт первый сцена седьмая всегда мечтал сыграть в это но меня брали только на роль второго пятенера Геральт выброси из головы все что сказал тебе Талер не будет никакого договора с Дильфгардом и Даня под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца и победив объединит все земли севера включая Тимею что? как? не об этом мы сука договаривались это правда вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства и чтобы восстановить ее мы отдали Эмгиру едва ли не все остальные королевства севера не самое мудрое решение так не годится твой личный ублюдок я этого не допущу вообще как раз ты Роше должен понять что у меня нет выбора почему я это должен понимать? потому что ты тоже патриот Геральт это тебя уже не касается ты можешь идти удачи тебе на пути и все такое так 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 я объясню почему так что поступай как знаешь но ты и правда ублюдок поэтому из меня выйдет великолепный канцлер прощай прощай белый волк так давайте посмотрим что там произошло я объясню свой выбор у меня стал выбор выбирать Роше сторону Роше или сторону Дикстра и вы знаете я выбрал сторону Дикстра объясню почему я уверен что если мы выбрали Роше то МГР бы обманул темерию а мне кажется под управлением Дикстра может что-то наладиться какой-то мир но это чисто мое мнение другой вопрос что я не понял они его что убили Роше что ли? вот это я значит не совсем хорошо поступил если они убили Роше я бы не хотел чтобы убили Роше давайте почитаем Роше сдержал слово и прибыл в каэрморхе чтобы усилить крепость дикой охоты участвовал в покушении смерть которая должна была готовить независимости мере одета Роше не благодаря существенно Гарсон ход против Дикстра его недовольное следование когда не стал вмешаться в конфликт предоставить соперникам разбираться самостоятельно в результате командир сильных полосок был убит по приказу Дикстра вы можете себе представить что я завалил собственными руками Роше ну не собственными руками но поспособствовал этому Роше ребят я с ним во второй части так много прошел и в этой части что-то как-то я не совсем до конца правильно принял решение ладно решение было принято посмотрим к чему это приведет потому что я уверен что нам все эти результаты огласят рано или поздно тем более что время на принятие решения было мало ладно посмотрим но я объясню почему я выбрал в сторону Дикстра и просто я не подумал что убьют Роше в принципе надо было наверное принимать в сторону Роше с точки зрения что называется верность и дружи да я до сих пор не могу понять что завалили Роше я так много с ним прошел особенно во второй части как-то чувствую себя предателем ладно нам осталось идти на корабль с оволаком и идти уже по основной сюжетной линии с борьбой с дикой охотой вы мне конечно в комментариях напишите как вам мое решение и что вы по этому поводу думаете ну что то как то я не совсем понимаю что я натворил что император вас амнистирует надеюсь мы можем тебе доверять надеюсь мы можем тебе доверять можете а что с фрингильей не знаю но я поговорю с ним вы еще как следует не поздоровались а уже плетете интриги такова наша натура я не ослышался ты уговорила императора простить их если они помогут защитить цири что то не верится что он пошел на подобную сделку не хочешь не верь а что там с фрингильей риск говорила что вы не смогли с ней связаться возможно потому что она сидит скованная двими ритом в императорских застенках по крайней мере именно на это намекала рита а она откуда знает ее саму едва выпустили перед тем как ее схватили она встречалась с фрингильей та сказала что император ее вызвал и что после встречи она объяснит в чем дело больше фрингилью никто не видел я думал такие драматические исчезновения происходят только вблизи родовида не нравится мне это мы так не договаривались когда все кончится я вызову императора на честный разговор пойдем все уже нас ждут пойдем в принципе у нас больше задач на игре и верени в других местах не осталось поэтому хотя там убедимся точно так парсифола гвинт 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 кузнецу в каэртролле мне кстати в комментариях кто пишет что не тому кузнецу я понимаю что я там пробовал все кто там называется в периметре 100 метров стоит никто ничего не хотел со мной делать да все отправляемся на скеллиге все уже здесь мы ждали только тебя отплываем поднимаем якоря ну я думаю вернуться на играть при случае смогу потому что мне мастерские доспехи можно будет выполнить только в блин забыл как во Вроницах там же у меня супер мастерские инструменты и супер мастерская женщина кузнец и и Ну, теперь мы знаем, где его величество Эмгир Вар Эмрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает. Там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Циндрой и остальной Империей. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с Охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Вигу. Вы можете телепортировать меня на корабль Эмгира? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорское почивание. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилья нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародеи Эмгира? Безусловно. Если о Фрингильи уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложа, но... С Фрингильей все сложнее. Она его подданная. И на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы наконец придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. Вплавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя прежде, чем ты успеешь произнести. Белое пламя, пляшущие на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи Императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал, и что получит взамен. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Айенейля. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Диллиан с белых кораблей? Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Ольфа. Он влюбился в эльфку из Айенсиды. Но Диллиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей, Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал со временем, сердце Диллиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфе. Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародей. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфский. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть, на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Я пошел. Удачи. Так, у нас... Спросить в Краха, где находится... Мышево. Для этого нужно выйти нам в порту, да? Так, здесь выйти нет путей. Для белых людей специально спуск. Давайте, раз уж здесь недалеко, сразу и спросим. Так, у кого спрашиваем? Тебя. Волк, ты видел? Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машаур? Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как занозу в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот, друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Машауру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Так, отлично. Начнем, нужно отправиться к Машауру. Давайте, раз уж мы здесь недалеко находимся от Кайр-тролля, я еще раз, уже последний раз, попробую прийти к этому кузнецу и проверить гипотезу о том, что, может быть, в какие-то определенные моменты времени приходят какие-то другие кузнецы. Поэтому мы просто переместимся туда. Получается, вот сюда, да? У меня там еще осталось пола вопросиков, но я так понимаю, может быть, мы их в процессе сюжетных миссий зацепим. Так, вот он, кузнец, вот я к нему прихожу. Вот, для тех, кто считает, что я не к тем кузнецам подхожу. Этот не хочет со мной разговаривать. Этот со мной не хочет разговаривать, других я не вижу. Этот не хочет со мной разговаривать. Ну, именно по вопросам квестов. С удовольствием взгляну на талан. Так, давайте-ка его поскидываем. Так, ну, здесь, в принципе, неплохая броня, но хуже, чем моя. В принципе, она неплохая. Так. Что, у меня какие-то интересные вещички тут есть? Весьма интересные. Вот это что такое? Проникшие лишь заметки ироничные на Кельгаре. Давай купим. Что-то интересное же. Так, вот это, очевидно, нам понадобится, если я не ошибаюсь, для нашей брони мастерской. Так, у нас 80 энергии, здесь 60 тревога, у нас 60. Да, ничего лучше, чем у нас у него нету. В принципе. Да? Поскидывали мы все, что можно. Так, давай мы продвигаем такие дополнительные травы. Нафиг они мне не сдались. Так. Ну, все. Будь здоров. Давайте проверим мою гипотезу. Значит, никто здесь со мной не хочет разговаривать. Я даже специально возьму. Еще раз это задание. Так. Доуны мастер. О, да? Угу. Вот, видите, я здесь стою, да? Давайте медитировать до 12 часов дня. Вот, есть другой кузнец. Но он, собака, не хочется, она разговаривает. Вы же видите, вот. Не хочет. Я медитирую до 3 часов дня. Он сидит. Здесь можно с ним разговаривать. Так, так. Я же к нему 10 раз подходил. Значит, нужно было бы длинное время подходить. Значит, это мой косяк. Хе-хе. Нет, она выполнена из сердца падающей звезды. Кто владеет этим мечом, всегда отыщет дорогу в море. Пусть даже небо затянули тучи. Но со временем его хозяина хватит грусти и тоска по звездной стране. И ничто. Даже достойная компания не утешит его. Интересно. Так, раз, начнём с ним поторгуемся. Слушай, я 30 раз с ним подходил, он со мной не хотел разговаривать. Сейчас он вдруг со мной заговорил. Как так? Объясните мне. Что я делал не так? Так, объём сидельных сумок стоит у нас так же. 70, у нас 80, здесь 40, у нас 60. Так, вот эти камни интересные. Но они мне, судя по всему, уже не нужны. Вот такие есть. Мне будет мощь знаков или силы атаки. Вот это, наверное, возьмём. На всякий случай пусть будет. Мощь знаков возьмём. Вот это, давайте ещё возьмём. Так, что у тебя по болтам? Да, вот эти хорошие болты. Ой, 45 тысяч. Не, 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 не. На сиху столько болтов. Не хочу такие болты. У меня достаточно хороших болтов. Не, дороговато. У меня хоть денег до хренича, но не так много, чтобы я ими так разбрасывался. Ладно, давай теперь по квесту. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери? Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда она у тебя? Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мёртвых женщин. Синга умерла. На сколько раз я говорил и ей, и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на фарерах. Надо послать кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Ну, отлично. Опыта мне дали мало, но зато мы выполнили квестик, который у меня давно висел. Я не понимал, что с ним не так. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что не так. Я к нему постоянно подходил, и когда он сидел, и когда он кувал, видимо, именно в 3 часа дня к нему можно было подойти. Ну, хорошо, давайте сохранимся. И на этом эту серию закончим. Следующую посвятим полностью уже вот этим сюжетным заданием поговорим. Так, попробуйте пробраться в незамеченный пиратский корабль. Но это большой квест, который будет выполняться после уже этих. Поговорить с Высшим Уром. Ну, вот, наверное, с Высшим Уром сначала поговорим, а уже потом пойдем к кораблю Ингера. С вами был AngryPlay. Кстати, комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Честно говоря, расстроен. Каким-то неведомым образом я позволил убить Роше, моего верного товарища Роше. Будем скорбить о нем. Выпьем за него рюмочку чего-нибудь. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова